я рад приветствовать всех кто заглянул на канал вот такая программка 3d код и давайте рассмотрим что здесь да как я хочу вообще сделать персонаж боб именно супер семейка вот там такой качок герой вся дня нот решил не скутерс не в забраж не в блендер его делать а вот именно тут посмотреть как это получится типа эксперимента так вот такая заставочка здесь есть очень много всяких возможностей сделать ретопологию создать и в карту рисовать с помощью plex и так далее можете любую нажимать в зависимости от того что вам нужно сделать наводите когда на вот эти вот функции выскакивает подсказки все написано все по-русски все прикольно нам нужно боксинный скульптинг нажимаем высвечивается вот такое окошко понимание что такое скульптинг это метод моделирования объектов со сложной детализацией вы можете довольно свободно обращаться с объектом меняя его топологию так вот это все интересно и модель можно делать именно со сфер можно сразу взять вот болванку такого тела или вот такой вот бюст будем работать наверно с бюстом со сферы не хочу вытягивать уже показывал как все это делается и в заброши и скульптинг давайте рассмотрим как вот с болванки сделать персонажа нажимаем на нее и ждем сейчас все это дело подгрузится и можно будет приступать к работе вот такой вот подгрузился бюст правая кнопка мыши приближает отдаляет левая все это дело крутит колесико движет по экрану влево вправо как вам надо shift alt левая кнопка мыши выравнивает модель именно по диагонали вертикали давайте рассмотрим что тут вообще есть верхние команды вот эти файл команда просмотр симметрия геометрия окна скрипты нижняя функция трансформер топология юбим скульптинг рендеринг и верхний вот это вот посередине все настройки именно кисти это давление радиус сглаживание словом ну все что устанавливается в блендер скульпт рис и тут точно принцип одинаковый так здесь у нас есть сферы выдавление наращивание вот именно вот эти вот кисточки сбоку пробел вызывает те же кисточки вот здесь можно все выбирать четверка можно посмотреть именно сетку вот так она выглядит сбоку можно поменять именно материал световой я возьму глину жмете вот опять же подсказки тут куда наводите здесь везде все подсказывают читайте очень интересная штука вот такая сетка четверку опять нажимаете сетку можно убрать здесь вот правой стороне находится типа саптулов как в the brush и в блендер вот здесь есть бюст есть глаза нос уши вот можете левой кнопкой мыши переключаться между ними вот так вот и назначать каждому допустим я буду называть их саптулами можно назначать любой материал чтобы вот это потом не высвечивая ставите не показывать больше и окей вот теперь это уши вот это будет но вот назначен материал разным частям именно будущего персонажа здесь находятся у нас альфы как выбираете допустим кисточку пробелом вот любую можно вот сдвиг выбрать им выбирайте к ней на альфу здесь есть лента потом блоки мод модели также сбоку можете тянуть панельку она выдвигается так здесь вот настройки есть это освещение потом есть убрать именно вот эту x y сетку направляющую здесь есть загрузить референс и давайте посмотрим как они загружаются так у меня выскакивает реклама вот нажимаете вот на эту функцию именно картинка референс называется и вот по разной оси можно выставить именно вот эти референс и нажимаем на ось z найдем сейчас эту картинку которая подходит к этой оси так допустим вот это вот так она установилась это не тот референс партонте эксперимент так эксперимент устанавливаем по оси z теперь значит профиль вот так он выглядит здесь можно нажать референс изображения и уже здесь ими работать можно его именно поворачивать повернуть вот так в эту сторону в эту сторону он не симметричен так что проблемка будет ну небольшая также можно его уводить вот за модель и также можно это дело все уменьшать и также все это дело приподнимать и устанавливать как нам надо шифт-альт левая кнопка мыши это все дело выравнивает правая кнопка мыши подтягивает и вот можно здесь это все вот так вот подгонять вот так приподнимать немножко увеличить в размере вот таким вот образом и немножко вот так вот подкорректировать и поймать глаза нужно вот именно нам нужна вот эта вот одна сторона так как модель не симметрична в смысле картинка и ну и давайте добавим еще по одной оси также здесь можно прозрачность вот прибавлять уменьшать можно выявлять вот таким вот образом вот можно сделать где-то вот таким макаром и также можно все это если не нужно скрыть или показать все скрытое когда нам это не нужно можно вот именно здесь вот нажать свернуть референсы чтобы уже не касаться и опять же нажимаем на эту ось находим ось x и тут теперь подключаем профиль так вот вот таким вот образом подключился у нас профиль сейчас мы его перевернем подгоним это не проблема так откроем опять же вот эту вот кладку именно с референсами и отведем вот где-то так в бок shift alt левая кнопка мыши выравниваем все это дело опять же приподнимаем по иксу переворачиваем и по игреку тоже можно перевернуть опять же можно чуть-чуть вот так увеличить видимость именно референция и теперь если вот эту вот клавишу показать все то будут видны оба референция если чтобы не мешали мы их вот так вот показать все отключаем и только они будут появляться когда мы поворачиваемся к тому или иному референцию вот так будет тут удобней так что еще чуть-чуть еще подогнать где-то можно его уменьшить где-то чуть приподнять вот таким вот образом и немножко чтоб его было чуть-чуть виднее виднее вот так вот где-то ну вот с этим теперь можно работать референсы есть все это опять же нужно еще тут установить чтобы все совпадало увеличить увеличить то как нам надо вот так вот ловим глаза ловим нос и немножко все это дело вытягиваем вот таким вот образом немножко подгоняем shift alt левая кнопка мыши все это дело выравнивать не забываем и подгоняем именно нужен нос вот эту сторону нужно поймать вот так вот ну все давайте теперь посмотрим как с этим вообще работать здесь жмем пробел ставим сдвинуть ставим перо так вот это попробуем теперь нужно прибавить именно колесико прибавляет размер радиуса или вот можете здесь вот брать и тянуть вот теперь вот такая кисть прибавляем ну и теперь симметрию давайте выставим так с английского вызывает окошко симметрии или вверху вот можно нажать симметрия ставим так по z нет по x вот по x будем работать и чтобы не мешалась вот это вот красная разделительная так сказать пленка давайте в симметрии вот эту вот функцию показать симметрию отключим вот теперь можно работать симметрии и ничего мешать нам не должно так еще немножко ракурс подогнать опять же поймать нос все это дело отключаем кисточка колесико его прибавляет уменьшает пробел вот когда вы нажимаете так ctrl z так же работает как и в остальных программах и правая кнопка мыши вы видите регулирует именно силу надавливания вот эту вот красную полосу так ну что вот так немножко все это дело можно растянуть вот так все это дело можно немножко поднять это все многовато ctrl z ctrl z ctrl z правая кнопка мыши приближаем shift alt все это дело переводим вот в такой вот ракурс делаем побольше именно вот эту вот штуку и постараться надо уменьшить голову так что еще тут есть нужно прибавить именно подбородок вот так и shift левая кнопка мыши это дело выравнивать так вот эти части тоже можно приподнять немножко выгладить повернуть теперь вот на эту сторону так тут тоже немножко поработать выравниванием немножко ракурс сбился подогнать отключить и немножко вот так вот все это дело подрегулировать подтягиваем уменьшаем shift выглаживаем шифт потом можно будет долепить ну и теперь самое важное это вот подбородок уменьшаем кисть находим вот эту часть вот так ну и нужно не забыть о шее так скрываем все референсы что-то тут вообще намутилось ну и ничего нет это не проблема видно не ту кисточку взял не то перо ну че подправим посмотрим так сглаживание камера гладим подгоняем так давайте теперь посмотрим пробел нажмем какую-нибудь кисточку возьмем ну наверное вот это перо попробуем так вот эту оставляем control это все дело вдавливает и потихоньку так вот shift левая кнопка мыши все это дело выглаживает вот так вот уже персонаж вырисовывается так немножко опять же кисточкой сдвинуть немножко челюсти прибавим так вот это вот надо изучить какие тут именно подходят вот это вот нормально вторая подходит так это дело вот так голову немножко вот так очень переключаться говорю между вот блендером там зебраж путаясь а бывает после блендера зайдешь зебраж и начинаешь модель вертеть как блендер а сейчас вот делаю как зебраж тоже стараюсь ну что-то в таком духе тут у нас бучка дырка ее можно так ctrl z пробел выбрать какую-нибудь кисточку ну давайте неровности скребаем немножко чуть подходит вот она закрывает таким вот делом тут есть еще альфа именно как клей билдер вот нужно теперь изучить вот эти вот кисти первое допустим да уменьшаем и можно поэкспериментировать вот это вот рисует а нужно сплюснутое вот вот это уже более-менее подходит уже прикольное уже нормально так кто тут еще вот здесь где ухо это control зажатым можно немножко это дело поближать опять же меняем кисточку можно строгать вот эту поставить вот она потихоньку уменьшает тут убирает без нажатого control если control нажимается она начинает нормально рисовать тоже прикольно для лепки подходит так ну вот такой гражданин получился сейчас мы его еще немножко здесь подкорректируем это шифтом вот эти все мышцы чуть-чуть выгладить смотрим что да как так alt колесико зажатое ну и теперь вот можно между этими софтулами переключаться переключимся пробел именно на вытягивание и поставим ну пусть вторая стоит она себя хорошо показала так что еще тут можно так уменьшить на третью переключиться так третья нехорошо работает ну-ка на первой так первая тоже нормально вот так это все дело вытягиваем переключаем вот на нос вот нос уже красавчик готов вот так вот вот вытягиваем еще побольше и немножко кверху вот так вот теперь можно переключиться на уши таким вот образом и пробел нажимаем можно использовать трансформ типа гизма вот так мы можем чуть-чуть опустить уши вот так здесь вот немножко их можно задрать немножко можно их уменьшить тоже прикольная штука так чуть симметрично так пробел нажимаем теперь можно так какую кисточку выбрать давайте уже до конца его тогда корректируем здесь немножко так это еще на ушах стою вот на бюст переключаемся ай-яй-яй на сохранение на скачивание нажал ничего не беда вот таким вот образом здесь вот пошире здесь немножко можно приподнять ну теперь надо чуть-чуть порисовать а порисовать можно так еще вот эти вот брови чуть-чуть поднимем и немножко вот так увести и смотрим с этого ракурса так нормально ну в принципе нормальный гражданин получается так что еще можно сделать нам теперь нужно рисовать жмем пробел выбираем кисточку так кисточка наверно вот это перо потом это наверно поставим сглаживание давление чуть-чуть прибавим посмотрим как она рисует о нормально так типа пока визуально нарисуем и вот теперь нужно поработать с этой частью здесь немножко сгладить и вот можно поднабрасывать так одеть тут именно чтобы она плоская была вот вот это по-моему ну где-то в таком духе и вот давление чуть-чуть уменьшим прибавим чуть-чуть вот вот от таких уровней и потихоньку маленькой кисточкой ух ты вот теперь можно ее потихоньку рисовать так что у нас тут вырисовывается в принципе нормально вот здесь чуть-чуть поднос напад накидать так радиус прибавить так белом так а где тут здесь есть еще грязь вот и есть глина грязь вот тоже нормально можно накидывать резина абсолютная вот она глина тоже ничего так можно работать но прикольная штука так это чуть-чуть чуть-чуть немножко control шифтом немножко вот так вот подгладить и потом уже можно докидывать так что-то давление многовато где-то вот так надо 25 понизить ну вот здесь уже и никак я не найду эту ку вот она квадратная кисточка control z давление еще уменьшим до 7 вот так уже лучше вот теперь можно ей работать и выглаживаем никак не привыкну пока еще именно к клавишам как тут вертится крутится вот все выглаживается вот эту часть пробел сдвиг устанавливаем немножко тоже вниз подаем кисточку чуть-чуть побольше и немножко вот так вот вперед и вниз вот вот так где-то у него было чуть-чуть приподнимаем чуть-чуть здесь закругляем так немножко как голову здесь у героев она маленькая лоб немножко вперед кисточку колесиком уменьшаем размер чуть-чуть уменьшаем давление правой кнопкой мыши так смотрим что да как и подаем приподнимаем ну и немножко побольше и выравниваем центр вот так вот так и немножко чайник голову тоже чуть-чуть уменьшаем немножко немножко все это выглаживаем можно плечи еще больше вытянуть в принципе вот неплохая такая заготовочка получается так приближаем колесико зажатое переводим немножко смягчим пробел и находим глину грязь тэн-тэн-тэн вот она глина даже давление 7 много на двоечке наверное лучше работает вот такое что-то получается первое поменьше правая кнопка мыши подгоняем так чтобы прибавить именно полигонов нужно нажать так а куда ж нажать на лимон ге покинуть на лимон м ног Продолжение следует... Продолжение следует... Нажимаете пробел и здесь вот... Куда-то все делось... Так, нажимаем... Продолжение следует... Объекты... Вот можно нажать смут... Сгладить... И вот уже... Все более-менее... Нормально... Так... Чувствуем выглаживаем... Контрол-З... Контрол-З... Ну вот такой вот гражданин... Вот такая болванка... Смотрим теперь с разных сторон... Где-то что-то... Пробел можно подтянуть... Вот так вот... Чуть вперед... Чуть вбок... Где голова... Немножко прибрать... Ну вот эту часть... Чуть-чуть побольше... Вот так вот... Вытянуть... Ну и как у героя... Должны быть... Вот здесь вот... Мощные такие... Мышцы... Вот так вот... Немножко... Сгладим... Ну вот уже... В принципе... Болванка готова... Осталось... Добавить... Именно... Волос... Мы... Какие-то морщины... Чуть-чуть там где-то... Уши подобрать... Чуть вот... С верхней губой поработать... Это вот сейчас... Так... Какую шкисть взять... Ну давайте вот пером... Так... Что он тут... Ну вот... Вот таким вот образом... Набросать губу... Здесь немножко тоже... Поднабросать... Вот эту часть... Переключиться... Немножко на нос... И чуть-чуть... Поработать... Опять... Вытягиванием... Вот так вот... Вот так вот... Немножко... Ну... Теперь... Можно немножко... С волосом... Замутить... Так... Что тут... Берем... Перо... Берем... Какую-нибудь... Кисточку... Берем... И... Вот так вот... Накинуем... Так... Можно вот здесь отключать... Именно вот... Уши... Если они мешают... Чтобы... Не было ничего лишнего... Чтоб не зацепить... Так... Мышкой... Чуть-чуть... Неудобно... Сегодня... Она что-то... У меня... То ли... Скользит... То ли... Не хочет... Работать... Ну... Вот... Вот так вот... Набросать... Вот... Можно... Волос... Так... Теперь... Кисточку... Побольше... И... Здесь вот... Набросаем... Центр... Так... Немножко... Можно... Шифтом... Выгладить... И... Немножко... Еще... Вот... Набросать... Немножко... Поработать... Задней... Частью... Здесь... Вот... Вот... Волосы... Немножко... Поднакидать... Так... Включить... Теперь... Уши... Немножко... Еще... Объему... Здесь... Побольше... Дать... Вот... Что-то... В таком духе... Ну... И... Немножко... Теперь... Глазами... Заморочиться... Так... Что тут... С подразделениями... Вот... Транформация... Сдвиг... Вот... 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 Это... Подразделить... Добавить... Ну... Здесь... Куда-то... Она... Выскочила... Подразделить... Сейчас... Редактор. Ну... Не 점вариал... Ему... Редактор. Редактор. Еще раз... Не дам- Да... Ч�そário... У 신 Sweed 5... здесь подразделяет автоматически вот такая получается сетка поплотнее стала out нажимаете допустим пробел и вот здесь уже вы выставляете в этой части здесь вы выставляете как она будет какие нужны именно требуемое количество полигонов и так далее качество при увеличении хорошие там классный так ну что тут получилось ну вот что-то в таком духе так теперь немножко с глазами заморочиться вот так вот так и теперь кисточку можно именно выпуклую ставить так и вот здесь тоже нижнюю добавим веку немного шифтом поработать немножко control немножко тут боковые добавить мышцы ну и немножко control прорезать здесь вот глубокую а вот эту часть чуть-чуть сгладить ну в принципе вот такой вот вариант вот такой вот персонаж теперь можно его тут доделывать или в the brush или в скульптурс ну вот для понимания что да как тут ничего тут такого сложного нет единственно нужно разобраться в кистях перьях вот этих в альфах потом как здесь что устроена именно вот эти вот команды так как сохранять жмем файл жмем экспорт экспорт сцены и нажимаем экспорт сцены формате и опш и жмем допустим название там ну боб все формат общество хранился сейчас он еще высветит подтверждение вот сокращение тут текущее количество полигонов и так далее окей какие